Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию! Николай Чудотворец. Особенности энергообмена в новом цикле Земли. Контактер, архитектор. Челенир. Здравствуй, Николай! Какую тему ты бы хотел сегодня обсудить? Николай, здравствуй, дорогая! Я расскажу тебе о важных изменениях в новом цикле. Касающихся всех деструктивных миров. На высшем уровне приняли новые заниженные нормы деструктивного энергообмена. Отныне глобальные распределители ресурса жизни станут строго следить за расходами цивилизаций и ограничивать вливание тем душам, у которых идет систематический перерасход. То есть, во всех мирах участники, регулярно использующие частицу Бога сверхмеры на деструктивное поведение, будут понемногу отключаться от новых вливаний и вымываться из составов цивилизаций. Челлинир. Почему деструктивная деятельность раньше разрешалась в большом объеме? Николай, чудотворец. Творец черпал из деструктивных миров новые знания, которые потом использовались, чтобы сделать жизнь во Вселенной разнообразной. Он намеренно вливал частицу Бога в миры, которые ему бы никогда не вернули вложенного объема, потому что из них можно было бы получить ценную информацию, уникальные импульсы и редкие оттенки осознания, ведь некоторые из оттенков способны приумножаться только в деструктивных мирах. Я приведу условный пример из земной жизни. Состоятельный человек может вложить свои ресурсы в производство, еды, тканей, бытовой техники. При положительном исходе он вернет свои вложения и получит прибыль. Но есть люди, которые поддерживают, например, деятельность талантливых художников, режиссеров, музыкантов, результаты творческой деятельности которых будут не особо предсказуемыми, субъективно ценными, но уникальными. Такая же ситуация с деструктивными мирами. Они важны, чтобы поддерживать разнообразие в нашей Вселенной. И без их уникальных результатов жизнедеятельности некоторые души увязли бы от скуки и монотонности. Но с точки зрения возврата ресурсов, это своего рода бездонные ямы, которые никогда не вернут вложенного. Такие миры и создавались не для прироста ресурса жизни по общему объему, а именно для прироста массивов новых уникальных значений, импульсов и оттенков осознания. Человек. Архистротик Михаил говорил, что недостаток ресурсов в деструктивных мирах ведет к повышению их хищности, сильные начинают поглощать более слабых и начинаются войны и так далее. Николай, так оно и было. Но обслуживание таких процессов деструктивные цивилизации были вынуждены запрашивать у темных структур. Здесь все достаточно строго. Загрязняешь потоки общего энергообмена, изволь очистить их сам. Не можешь очистить, будешь изолирован, чтобы не отравлять потоки тем, кто хочет жить в чистом мире. Но объем поступлений осознания в темные миры теперь сокращен на 30%. Это существенное снижение. Из-за такого ограничения обслуживать деструктивный энергообмен цивилизации в прежнем объеме будет некому. То есть у некоторых участников есть желание продолжать жить по-прежнему и применять ранее освоенные схемы пополнения своих запасов, применяя те или иные формы манипуляций, присваивание чужого, принуждение или прямого насилия. Более того, из-за сжатия творения и уменьшения количества возможностей подобное желание еще сильнее обостряется. Но исполнителей для обслуживания этих грязных процессов теперь найти тяжелее. У таких деструктивных сутей остается единственный выход. Каким-то образом перестроить свою деятельность, чтобы им хватало ресурсов, отвыкать от былых привычек и больше не рассчитывать, что им удастся ресурсы у кого-то отнять. Если же просто пачкать потоки высокоуровневых чистых миров, не очищая их, Такие души и в целом цивилизации просто начнут погружаться в темные миры. Сначала повысится их изоляция. Начнет сокращаться количество возможностей энергообмена с другими мирами. Это первый этап предупреждений, чтобы обдумать свое поведение и вновь наладить чистый энергообмен. Если решительное действие по оздоровлению отдельных душ и цивилизаций не предпринимаются, уже идет прямое заглубление в темные миры, чтобы нарушители могли продолжать там делать все, что им захочется. При этом какие-то свежие вливания из глобальных распределителей в них практически прекращаются. Нарушители становятся вторичными потребителями, то есть могут каким-то образом получить новые ресурсы только от других участников. В случае частичного или полного заглубления участников темные миры, они начинают обслуживать свой энергообмен в лучшем случае изолированно, на тех ресурсах, которые у них еще остались. В худшем случае они схлестываются с кем-то голодным и агрессивным. И в таких противостояниях велика вероятность потерять даже имеющиеся ресурсы. Сейчас уже всем развитым цивилизациям доведены заниженные нормы деструктивного энергообмена. Если раньше список допустимых условно полезных для развития миров деструктивных взаимодействий был все же шире, то сейчас этот перечень существенно сокращен. Поэтому каждой цивилизации придется пересмотреть свою деятельность, свои привычки, свои слабости, а также состав своих участников, чтобы вписаться в новый ограниченный объем услуг по очистке их энергообмена, который им еще разрешили заказывать у темных структур. Челленер. Я правильно понимаю, ресурсы, захваченные цивилизациями на деструктивную деятельность, это фактически слив загрязненной частицы Бога в темные миры. И новое ограничение должно помочь перенаправить этот ресурс на организацию более конструктивной деятельности. Николай. Верно. Возможности высокоуровневых цивилизаций самостоятельно очищать ресурс жизни ограничены. А давать темным структурам набирать мощь, продолжая перенаправлять туда ресурсы, пускай и загрязненные, просто опасно для остальной части мироздания. Челленер. То есть темным мирам не достанется даже того объема ресурсов, который у них был в этом цикле. Николай. Все участники темных миров, желающие трансформироваться, будут обеспечены ресурсами для выживания и помощью учителей в мирах развития. Каждая, без исключения душа, имеет право на развитие. Но хотят этого не все. Трансформации многие опасаются и на нее не согласятся. Такие темные разумы практически наверняка не выживут, а их ресурс будет поглощен крупными темными игроками, поскольку вливаний в их структуры будет поступать существенно меньше. Темные миры в новом цикле останутся единственным местом, где еще возможен существенный насильственный передел ресурсов с укропнением мощи хищных сверхдуш. В свободных мирах такая деятельность признана нездоровой, и после окончательной реструктуризации потоков вселенского энергообмена просто перестанут работать многие привычные схемы силового перераспределения ресурсов от слабых душ к сильным. Укропнение сверхдуш отныне считается здоровым и приемлемым, только если участники присоединяются к ним добровольно. Челлинир, я так понимаю, что земная цивилизация не может сама регулировать свой энергообмен и соблюдать новые нормы, поскольку многие люди даже не знают или не верят, что такие вещи существуют. Николай, поэтому ваш мир и пользуется услугами других миров, которые в таких вещах разбираются. Новые управляющие цивилизации, с которыми ты уже ознакомилась, будут регулировать энергообмен земных сообществ в следующем цикле. Челлинир, что должно измениться в земной цивилизации в новом цикле, чтобы она могла соблюдать эти сокращенные нормы деструктивного энергообмена? Николай, на уровне человека произойдет коррекция привычек питания и потребление в целом. В новом цикле рацион станет более здоровым, возрастет насыщенность продуктов ресурсом жизни, поэтому объем употребляемой еды существенно сократится. Из списка известных землянам пищевых и химических веществ могут исчезнуть некоторые вредные соединения. Производить отдельные продукты из-за климатических изменений станет сложно. Это касается мяса и молочных продуктов, их употребление сократится. Взамен людям дадут несколько новых, пока неизвестных, полезных съедобных растений для обогащения рациона. На землю будут заведены микроорганизмы, поражающие табак. Его производство станет невероятно затратным из-за редкости и недоступности этой культуры. Многие люди даже не будут знать, что это такое. Также новые цивилизации хотели бы убрать у землян привычку пить алкоголь или хотя бы ограничить ее. Хотя здесь все не так однозначно, как с табаком. Ведь спирт – это важное химическое соединение. Знание о нем у человечества сохранится. А вместе с ним и соблазн готовить алкогольные напитки. Скорее всего, коррекцию проведут на уровне общественной приемлемости. Пить спиртное станет своего рода постыдной привычкой. Потребление различных вещей также снизится. Это касается одежды, мебели, бытовой техники и т.д. Всего станет меньше, товары будут не такими доступными, но более качественными. Избыточный деструктивный энергообмен в отношениях между людьми связан с семейными конфликтами, финансовыми разногласиями, политическими, социальными, религиозными и прочими убеждениями, вызывающими острые эмоциональные реакции. По всем этим направлениям в цивилизацию будут внесены изменения. Из полей земного коллективного сознания устранят мыслеформу сообщества по отношению к партнеру. Поскольку это серьезная причина конфликтов и разрыва в связи между душами на почве ревности. Хотя некоторые реакции у душ возникают спонтанно, поэтому проявления подобных чувств у отдельных людей все еще возможны. Но в целом в обществе ревность и собственничество по отношению к любимым людям станут не слишком распространенным и не особо естественным поведением. У некоторых землян такие реакции уже будут вызывать неудоумение. Они будут просто отказываться, связываться с ревнивцами. Одним словом, новые общественные нормы смогут естественным образом смягчить подобные конфликты. Расслоение между доходами землян в новом цикле станет незначительным. Люди смогут получать все необходимое для выживания достаточно просто. То есть уже не будет большинства оснований, которые сейчас побуждают острые финансовые разногласия между людьми. В следующем цикле будут засеяны новые религии и духовная философия. Некоторые существующие системы верований или их отдельные спорные части просто забудутся. Новые воззрения будут влиять на человека мягче. Идеи, которые сработали непредсказуемо, нежелательным образом идеи, породившие религиозный фанатизм и нетерпимость, будут изъяты и распространены в ином виде. Одним словом, из полей земного коллективного сознания исчезнет большинство мыслеформ, провоцировавших конфликты на религиозной почве. Политическая и социальная активная позиция, наоборот, будет поощряться системой развития. В этой сфере неизбежны разногласия и конфликты. Но при построении более осознанного общества человечеству не обойтись без настойчивости, без желания каждого участника отстоять свои идеи и принципы. Чтобы цивилизация динамически развивалась и удовлетворяла большинство людей, все они должны участвовать в общественной жизни, озвучивать четкое и понятное личное мнение и нести ответственность за те общественные условия, которые создаются впоследствии их активной деятельности. В текущем цикле пассивность и отсутствие собственного мнения у людей были признаны одной из основных причин такого резкого имущественного расслоения общества. Ответственность за собственное благополучие люди легкомысленно передали тем, кто был заинтересован только в благополучии собственном. Поэтому в новом цикле мирная борьба за свои убеждения будет поощряться. Появится целая плеяда общественных, политических и духовных лидеров, которым будет действительно небезразлична судьба общества. Своим примером они смогут вдохновлять и других участников цивилизации. Так будут сформированы группы активных, небезразличных к общественным проблемам людей. Здесь я уточню, что это неравнодушие не предполагает какой-то особой доброты, порядочности, дружелюбности к окружающим. То есть люди эти могут проявлять свои острые углы, свои деструктивные качества, но придется просто смириться с фактом, что стремительная река лучше тихого болота. Потому что с болотом уже все на земле хорошо знакомы и понимают, как трясина гасит любые усилия и порождает беспомощность и отчаяние. Поэтому в будущем такого допускать нельзя. В новом цикле земной цивилизации не будет большинства условий, которые провоцировали войны в этом цикле. Насилие уменьшится, свободной земли станет много, ресурсами люди будут обеспечены в достаточной степени, чтобы не рисковать своей жизнью. Хотя система развития не исключает какие-то локальные конфликты, поскольку души в новый цикл переходят очень разные, в том числе с серьезными показателями деструктивности. И в целом это те же души просто в измененном составе, то есть нет смысла рассчитывать, что они начнут вести себя принципиально иначе. Хотя существенно изменившиеся условия жизни могут помочь им проявиться по-другому, если они сами этого захотят. То есть для многих негативных всплесков просто не останется причин, насильственных столкновений станет меньше. Но куда люди захотят направить свою неудовлетворенность, а она в той или иной степени свойственна деструктивным душам, это покажет время. Еще одно важное изменение в новом цикле коснется организации труда землян. Жесткие иерархические структуры, тянущие ресурсы от слабых низов к влиятельным верхам, просто не смогут быть построены. Это опять же будет связано с изменениями в энергообмене. Усиление крупных мощных формирований в свободных мирах при новых заниженных нормах деструктивности стало неприемлемым. То есть структуры наподобие транснациональных корпораций, глобальных финансовых организаций и прочее, просто не смогут сохранять жизнеспособность. Именно потому, что такие формирования всегда выступают средоточием деструктивного энергообмена. В самом их основании лежат хищнические принципы. То есть человеческий труд будет организован иначе. Коллективные трудовые организации с большим количеством участников, разумеется, также сформируются. Поскольку слаженный, многофункциональный, разноплановый коллектив – это серьезная сила. Он дает существенный прирост общей полезности, если сравнивать его с результатами труда разрозненных одиноких работников. Но трудовые коллективы станут гибкими, динамичными структурами с множеством узлов участников, каждый из которых сможет высказаться, проявить инициативу и получить за свой труд все положенное ему вознаграждение. Что касается услуг управленцев, коллективы сами их будут нанимать или выдвигать на эти должности кого-то из участников, оплачивая их труд за счет своих доходов. Изменится и роль денег. Спекулировать ими под проценты станет практически невозможно. Для землян такая услуга, как кредит, потеряет свою значимость. У людей будет достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить свои базовые потребности, а ресурсы на перспективный проект можно будет получить иначе, без банкиров. Идеи для организации распределения ресурсов в пользу талантливых, предприимчивых людей у вас уже есть и сейчас. Это коллективные добровольные пожертвования небольшого количества денег, которые дают в итоге значительную сумму. Как видишь, изменения вносятся не напрямую в мышление человека, ведь необходимо соблюдать закон свободы воли, но существенно меняется окружение, условия проживания. Из общественной памяти землян исчезает некоторая информация, обновляются нормы поведения в обществе. Разумеется, мы обсудили далеко не весь перечень изменений, которые позволят земной цивилизации снизить деструктивность своего энергообмена в новом цикле. Но в целом, я думаю, уже понятно, по каким направлениям шел в земных сообществах неэффективный перерасход ресурса жизни. И в каких направлениях будет в самом ближайшем будущем вестись работа, чтобы земля стала слабо деструктивным миром. Уже принято решение о том, что новый земной цикл стартует под покровительством Христа и светлой иерархии. Наше влияние на цивилизацию не будет полным, но существенно увеличится. Темные структуры сохраняют часть своего влияния, поскольку души, которые они курируют, также будут входить в состав землян. Но расширение полномочий светлой иерархии в целом существенно повлияет на процесс земного развития. Глобальная событийность смягчится, станет второстепенной. Поскольку между землянами много отчуждения и все они очень разные, задачи на развитие от светлых учителей тоже могут приносить людям дискомфорт и глубокие переживания. В земных сообществах акцент сместится с волнений внешних, финансовые кризисы, войны, криминал и прочее на волнения внутренние, связанные с межличностными отношениями. Для землян, которые очень любят спорить, ссориться, рвать связи и сбегать друг от друга, новые задачи развития тоже окажутся весьма серьезными, сопряженными с определенным стрессом. Потому что у поведения в духе, раздругались, разбежались, уже будут серьезные неприятные последствия. Само устройство общества будет требовать крепких связей и слаженности усилий. Поэтому отношения придется строить с окружающими тщательно и надолго. Все разногласия придется смягчать и преодолевать, поскольку со всеми этими людьми придется существовать дальше. Избегать друг друга, сохранять отчуждение или враждебность станет весьма проблематично и дискомфортно. Если в деструктивные цивилизации теперь вкладывают мало ресурсов, то уникальных значений станет намного меньше, то есть Вселенная станет скучнее. Николай, это временное решение. Сейчас нужно усилить производителей частицы Бога, чтобы они дали щедрый урожай в глобальном масштабе. Когда будет что вкладывать в деструктивные миры, они вновь пойдут в расширение. Кроме того, уже сейчас собраны серьезные массивы уникальных значений, можно сказать, что последние несколько циклов были рассветом деструктивных цивилизаций, и уникальных значений уже произведено в достатке. Все эти наработки сохранены, пройдут первичную обработку, систематизацию и будут потом предоставлены разным мирам для изучения. Сейчас в цивилизациях формируются векторы развития новых специалистов, которые смогут проводить профессиональные исследования в таких вселенских архивах на благо своих сообществ. Раньше Творец сам анализировал деятельность деструктивных миров и внедрял самые удачные находки в другие миры. Это создавало новые потенциалы для душ и сообществ, обогащало их, порождало новые возможности, продлевало и расширяло их глобальное событийное ветвление. В новом цикле эту работу решили передать самим цивилизациям, в первую очередь высокоуровневым, но земные методы работы с Big Data тоже продолжат развиваться. Благодаря им люди смогут изучать собственные архивы в поисках новых возможностей, более эффективных решений, скрытых потенциалов для своего развития. Цивилизации сами смогут выбирать перспективные идеи из уже собранных массивов данных и внедрять их в своих мирах, как на индивидуальном уровне, так и на коллективном. Новые специалисты аналитики архивов помогут своим сообществам хотя бы частично удовлетворять свои потребности в уникальных новых значениях без помощи Творца. Итак, очень много данных уже собрано и сохранено. Резервы есть. Поэтому новый цикл в земной и соседних деструктивных цивилизациях действительно стартует под знаком экономии и движения дальше на накопленных ранее запасах. Но ситуация со временем должна выровняться. Сейчас приоритету отдан развитию слабо деструктивных цивилизаций, цивилизаций нулевого прироста и конструктивных цивилизаций. Им передадут больший объем частицы Бога на обогащение и приумножение. Далее, когда появится излишек ресурсов, а нехватка новых уникальных значений станет острей, в деструктивные цивилизации вновь начнутся интенсивные вливания. Челлинир. Николай, не из неуважения или скепсиса хотелось бы задать еще один вопрос. Кажется, что ты сможешь дать интересный ответ для завершения нашей сегодняшней неспешной беседы. Ты сказал, что влияние светлой иерархии на новый земной цикл станет шире, но души останутся из прошлого состава цивилизации. Я вспоминаю, сколько вы передали на Землю новых знаний за последние лет 50. Но люди под их влиянием не слишком изменились. Мало кто всерьез проснулся и развился, чтобы перейти на новый уровень. Может, светлые методы неэффективны для этого мира? И люди будут продолжать лениться и жить, как жили? Николай, вопрос действительно интересный. Видишь ли, когда светлых учителей пригласили поработать с Землей во второй половине 20 века, уже было понятно, что цикл вышел неэффективным. Наше влияние на протяжении многих столетий на земной план было ограниченным. В управлении развитием вашего мира доминировали темные структуры. Земная система развития обратилась к нам тогда за помощью. Но все, что мы могли предложить, это немного откорректировать, улучшить результаты. Даже не в глобальном плане, а на уровне отдельных пробужденных, которые действительно хотели развиваться. Но им не хватало информации. И мы им эту информацию дали. С такими устремленными к жизни в Боге людьми мы поработали. То есть не успех наших воздействий не связан с несостоятельностью светлых сил, как управляющих. Просто наше влияние на цикл было слишком ограниченным. И даже когда мы начали передавать людям свои духовные знания, каких-то расширенных доступов к управлению земной событийностью, мы не получили. И что-то всерьез исправить не могли. Все это долгое время у светлых сил были связаны руки. В следующем цикле, благодаря консолидации усилий с дружественными нам новыми управляющими цивилизациями, мы сможем вполне реализовать наши замыслы. Только тогда мы и будем готовы со всей ответственностью отчитаться в наших успехах или неудачах. А пока души, развивающиеся на земле, слабо себе представляют, что такое жизнь под управлением слабо деструктивных или конструктивных управляющих. Такого с ними очень давно не случалось. Так что этот альтернативный опыт проживания придется познать, прочувствовать уже в новом цикле. Тогда и можно будет сделать обоснованные выводы об эффективности той или иной силы по части развития душ Земли. Челленер. Николай, спасибо за беседу. Николай, спасибо и тебе, дорогая, что помогаешь светлым учителям передавать людям информацию. Желаю всем хорошего дня. Николай Чудотворец.